... и гостям столицы в первую очередь благодаря бесчисленным магазинам, расположенным на улице. Но также хорошо известна эта улица и автомобилистам, которые очень любят делать здесь левый поворот. Это помогает водителям быстрее передвигаться по центру столицы. Например, на соседних улицах Крещения Барона и Бревибас левые повороты почти везде запрещены. Но городские власти решили, вся улица Тербатас от Элизабетас до Таллинос будет пешеходной, несмотря ни на что. «Принципиальное решение уже принято, и мы сейчас говорим о том, чтобы с учетом этого принятого решения найти наиболее оптимальное решение по движению транспорта на прилегающих улицах». При этом в Рижской думе признают, безболезненно для городского движения это превращение не пройдет. Потому работа с настройкой светофоров и установкой новых дорожных знаков будет непочатый край. Общая сумма расходов может составить сотни тысяч латов. И, как оказалось, все это делается в поддержку бизнеса на улице Тербатас. Дана торговая улица была еще до войны. И ясно, что сегодня эта попытка, это не самоутверждение Рижской думы. Мы сегодня ищем, мы можем не делать ничего, и как это есть, так и остается. Мы сегодня ищем вариант, как еще дополнительно, как мы говорили о автобусных остановках туристических, как мы говорим о других, скажем, проектах. Мы хотим сегодня что-то делать больше, чем просто, ну, существовать. Даже эксперты, заказанные думой для оценки этой идеи, высказали сомнения. Советовали делать пешеходной не всю улицу, а лишь несколько кварталов. Да и булыжную мостовую стоило бы заменить плиткой. Но гранит на Тербатас под охраной, как памятник старины. А самый главный аргумент сомневающихся – будущие пробки в центре Риги. Если движение по улице Тербатас действительно будет закрыто, то, конечно, по всем параллельным улицам нагрузка увеличится. И по всем перпендикулярным улицам движение транспорта тоже увеличится. Именно за счет тех автомобилей, которые сейчас используют улицу Тербатас для левых поворотов и перемещений по центру города. Но это еще не все, говорит Вадим Фольков. Не факт, что по пешеходной Тербатас вообще потекут реки покупателей в местные магазины. Те магазины, которые сейчас торгуют холодильниками и кухонной мебелью, спальными гарнитурами, извините, это не то, куда пойдут туристы. Более того, если нельзя этот товар будет вывести или завести, то, извините, его никто туда не отправится покупать. Уже сейчас у этой идеи вырисовывается больше минусов, чем плюсов. Соглашаться на пробки в обмен на призрачный коммерческий успех – последнее дело, считают эксперты. И советуют подумать получше. Между тем, первая часть пешеходной улицы Тербатас от Элизабетас до Лашвиша должна быть открыта уже в этом году. Михаил Парахин, Игорь Никитенков, телекомпания ТВ5. В Риге посадили красный дуб на набережной.